Пожалуйста, обратно в связь, как меня слышно? Слышно, видно меня? Меня хорошо слышно? Ага, вижу, пошли десяточки. Хорошо, большое спасибо. Прошу извинения, немножко задержалась. Что-то у меня здесь, технические моменты подвели меня. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня я с вами проведу вебинар на такую тему, как продвигать свой YouTube канал. Поставьте, пожалуйста, единички, у вас, наверное, у всех уже есть YouTube канал. Единички поставьте, у кого есть YouTube канал. Одну единичку вижу. Так. Понятно. Ну, вначале давайте немножко познакомимся. Здравствуйте. Я Людмила Ступина, проживаю в Иркутской области. В интернете уже более шести лет. Ну, вот сегодня давайте. Для кого этот вебинар? Вебинар этот для новичков, у которых нет вообще YouTube канала. Вот вижу, Вячеслав. Вячеслав поставил нолик. И у кого есть YouTube канал, но они не знают, как его продвигать. Мало подписчиков, мало просмотров. Так, вот у Галины тоже нет канала. Ну, значит, тут аудитория собралась, правда, нас немного, но все равно, я думаю, вы почерпнете с этого вебинара для себя много нового. Значит, начнем с того, что как оформить или как зарегистрировать YouTube канал. Вначале мы регистрируем аккаунт в Google. Почему мы там регистрируем аккаунт? Потому что у нас YouTube и Google связаны между собой. Регистрация простая. Пишем вот имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль свой придумываем, дату рождения. Ну, в общем, здесь справится любой новичок. Как я уже сказала, YouTube канал и Google, они связаны между собой. Как вы зарегистрируете аккаунт, у вас сразу же и появится YouTube канал. Начинаем с чего? С оформления канала. Это главное. Как мы оформим канал, как настроим, как будем на нем работать, так и будет продвигаться наш канал. Когда заходите на любой канал, вы сразу обращаете внимание на шапку канала. Если шапка интересная, красивая, сделана по тематике, которая вам нужна, то, значит, вы обязательно подпишитесь или посмотрите видео на этом канале. И поэтому шапка, я считаю, что это самое главное. Шапки можно, значит, закачать с галереи в Google, а можно делать и самим. Свою уникальную шапочку сделать для YouTube канала. Дальше у нас идет трейлер канала. Трейлер канала – это когда вы заходите, и вначале первое видео, которое стоит на этом канале, значит, оно проигрывается, само автопроизводится. И здесь, если интересный контент, то есть интересное вот это видео, значит, что вы зашли на канал и видите, о чем этот канал, какая тема, что, значит, хочет раскрыть в этом канале этот человек. И вам интересно, и вы начинаете смотреть. И поэтому вот даже для себя уясните, что трейлер канала – это тоже большую роль играет. А также должен быть свой уникальный логотип, как его называют на канале «Фирменный стиль». Логотип – это в правом нижнем углу, вот здесь находится значок «Это логотип ваш». Именно ваш логотип. Вот здесь должен ваш логотип. Когда он есть на вашем канале, тогда к вам и отношение другое. И люди лучше смотрят ваши видеоролики, и также ваш канал, подписываются на ваш канал. Когда вы делаете видеоролик, закачиваете его, я думаю, и не я думаю, многие так думают, что использовать нужно в видео тихую музыку. Например, обучающие уроки какие-то вы проводите, да, и когда играет приятная тихая музыка где-то там на заднем плане, то приятно прослушивать и слушаете видео урок. Но громкую музыку никогда не надо включать, потому что это раздражает, и ваш подписчик будущий, он уйдет с вашего канала и не будет дальше смотреть видео. А также должен быть на вашем ютубе полезный и качественный контент. Вы завели свой канал, вы подумали, на какую тему вы заводите канал, на тему здоровья или на тему бизнес, или вы делаете слайд-шоу, открытки какие-то музыкальные, то обязательно у вас, значит, должен быть полезный и качественный контент. Лучше всего контент именно планировать, хотя бы на месяц запланировать, о чем вы будете делать свои видеоролики, да, или скачивать, то есть на какую тему. Вот, и полезный вот этот контент обязательно нужен. То есть, чтобы заинтересовать вашего будущего зрителя, ждать, дать ему что-то интересное, дать полезное что-то, чтобы он ушел с вашего канала и обратно вернулся обязательно. Что еще нужно сделать? Это обязательно призыв к действию. То есть, в конце видео надо обязательно сделать призыв к действию. Подписаться на канал, поставить лайк, комментарий написать. Обязательно напишите, подпишись на мой канал и увидишь там какое-то что-то интригующее, что-то важное, например. Комментарии. Вот хочу сказать о комментариях. Вот на многих YouTube каналах посмотришь, комментарии люди пишут, а владелец этого канала ничего не отвечает. Вот это тоже надо за этим следить. Вам пишут комментарии, обязательно отвечайте. Может быть, вам человек там задает какой-то вопрос. Вот. Так, меня слышно? Поставьте десяточки, а то я, может быть, сама с собой разговариваю. Десяточки поставьте. И периодичность работы с каналом. То есть, надо работать регулярно. Если вы решили, спасибо большое за десяточки, если вы решили продвигать свой канал, то надо работать регулярно. Если вы будете, например, сегодня загрузили какое-то видео, его продвинули, и неделю не заглядываете на свой канал. Так, конечно, не работают. Надо работать регулярно. Поставить себе цель, что вы будете, например, два раза в неделю, например, загружать свое видео. Значит, вы должны в шапочке канала, там, когда вот шапочку канала делаете, и внизу можно написать, что, например, обучающие ролики будут выходить два раза в неделю. И в какие дни даже напишите. Это уже говорит о том, что вы человек такой, что можно у вас обязательно в это время посмотреть видеоролик на какую-то тему. Вот поэтому надо работать периодически, регулярно. Вот тогда ваш YouTube канал будет обязательно продвигаться, и будут у вас подписчики. В конце ролика обязательно там есть аннотации, можно ставить. Это подписка на канал, или вы направляете своего, значит, гостя или подписчика даже на какое-то другое видео, там можно поставить. И оптимизация видео. В чем заключается оптимизация видео? Значит, когда вы загружаете видео, вы должны на какую тему обязательно подбирать ключевые слова. Подбираем теги, ключевые слова. Вот от этого тоже зависит, сколько будет просмотров на нашем видео. Выбираем такой сервис Яндекс.Вордстат. Вот здесь выбираем ключевые слова. Вы сделали видео на тему там здоровья, например, да? И вы выбираете на эту тему ключевые слова. И обязательно прописываете. Вот. Также называете видео, как назвать видео. Как вы думаете иногда, вот лучше назвать какое-то красивое, да, сделать название такое, чтобы звучало, хорошо, красиво. А потом смотришь на ваш ролик, и никто сильно не заходит и не смотрит. А нужно делать название вот по ключевым словам. Например, вот как вот бизнес, да? Вы там, например, маркетинг, о маркетинге рассказываете своей компании, да? Вы называете какая компания, маркетинг, а вы пишите все равно это бизнес, это продвижение бизнеса. Например, продвижение бизнеса или заработок, название компании и слово маркетинг. Вроде бы не суразно, но у вас будут лучше просматривать это видео, потому что оно сделано по ключевым словам. И люди будут заходить запросы, вот сколько запрашивают люди, и они будут тоже так же к вам заходить на ваше видео. Ваше видео будет просматриваться и даже попадет в то. Описание видео тоже я считаю, что это вообще самое главное, как описать видео. Вот когда описываем, вот здесь вот у нас значит первые три строчки видно, да? На канале. А остальное, где мы там пишем внизу, там уже не видно. Там написано слово еще. Но не каждый нажмет на это слово. Поэтому вот в этих нескольких строчек вы должны написать такой текст, чтобы ваш зритель, как его заинтриговать, заинтересовать в вашем видео, написать вот здесь самое важное, самое интересное. Вот такую информацию надо написать. А потом уже дальше вы можете писать, где вас найти, свои контакты. Вот значит вы поняли, что вот эти первые несколько строчек самые важные. И тоже обязательно по ключевым словам. Я вот тоже в начале работала, когда вот YouTube канал у меня был, тоже вот этого не знала. И ну самое главное, думаешь, так покрасивее написать там, да все. А смотрю и не смотрят сильно, не просматривают видео. Вот когда стала я по ключевым словам работать с ключевыми словами, вот тогда у меня и началось продвижение. Появилось много подписчиков и просмотров также. плейлисты. Как создавать плейлисты, как ими пользоваться. Вы наверное знаете, что такое плейлисты. Поставьте единичку, кто знает, что такое плейлист. Единичку поставьте, пожалуйста, кто знает, что такое плейлист. Для чего они вот создаются плейлисты на YouTube канале. Так, Галина знает. А еще все. Плейлист это вот подборка видеороликов. Так, Валентина знает еще, да, в один тематический там по теме. Сделали, например, по теме бизнеса плейлист. Тоже запомните, что плейлист название должно быть тоже по ключевым словам. Все, обращаем внимание вот на эти ключевые слова. Тогда у нас будет продвижение все плейлист тоже называем и ролики значит по бизнесу в один плейлист, там по здоровью в другой плейлист и также название по ключевым словам. Можно много плейлистов делать на YouTube в канале. Обложка для видео. Вы делаете видео, например, по какой-то одной теме, да, например, обучающие уроки там, и вам нужно сделать обложку. Обложку, она вот именно смотрится, обложка, когда сделана обложка, люди больше заходят на это видео, смотрят. То есть обложка должна делаться одна и та же на одну как бы серию видео, на один выпуск. Несколько видео выпускаете, например, по какой-то теме и делаете одну и ту же обложку. Значит, здесь обложку делать нужно тоже много, не надо здесь писать. В одной строчке можно все написать, вот о чем ваше видео и тоже такое название, чтобы оно заинтересовало человека. Если вы, например, подвигаете себя, то здесь поставить можете свою фотографию. А здесь уже что вы хотите сказать в этом видео, смотрите видео и вот такую обложку. Не то, что вот такую, а должна быть обложка ваша уникальная. И вот такие обложки делаются в фотошопе можно делать. Я, например, делаю вот в программе powerpoint. Эта программка почти у каждого есть на компьютере. В этой программе очень большие возможности. Здесь можно делать и видеоролики. Видеоролики можно делать, картинки можно делать в этой программе. Вот также шапку для канала и вот обложки. Спасибо, Татьяна. Так, что еще важно? Значит, наш видеоролик особенно важно в первые двое суток его продвинуть. И мы продвигаем, нажимая на кнопочки по социальным сетям. Там есть под видео поделиться. Нажимаем поделиться и по социальным сетям, в которых вы зарегистрированы, делитесь своим видео. Еще какая есть возможность. Можно значить Google Hangout. это здесь можно проводить вебинары, конференции, можно проводить прямую трансляцию, то есть вы здесь можете напрямую связаться со своими подписчиками. Можно устроить какой-то конкурс, какой-то опрос, или у вас там накопилось на YouTube много вопросов по вашим видео, и вам как ответить. Вот пожалуйста, для своих подписчиков вы можете провести вот такую прямую трансляцию. Это все бесплатно, так что можно вот такое проводить. Вот мой совет. Научитесь делать видео. Когда вы свое видео выкладываете на YouTube, больше просмотров, вот именно это ваш контент, это ваш личный, ваш уникальный, чем вы занимаетесь, какую полезность вы хотите дать человеку, да, и вот обязательно свое видео. Но если не умеете, не можете, можно научиться, конечно, всему. И лучше всего, но если не умеете, тогда, конечно, можно загружать другое, чужое видео, тоже по различной тематике. Давайте подведем итог. Что мы с этого вебинара с вами поняли, да, если нет канала, регистрируем аккаунт в гугле, оформляем канал и настраиваем канал. О настройке я ничего не сказала, но это будет позже, то, что настройку тоже, как настроить и канал, от этого тоже много зависит. Планируем контент, я пишу на 3 месяца, но хотя бы на 1 месяц. Оформляем плейлисты, оптимизируем видео, вы поняли, что по ключевым словам мы и описываем видео, и продвигаем видео по социальным сетям, то есть первые двое суток у нас нам нужно продвинуть видео, значит, есть там кнопочка поделиться, и мы нажимаем на эти кнопочки и продвигаем по своим социальным сетям, где мы зарегистрированы. Все-таки я предлагаю учиться делать видео самим и регулярно работаем на YouTube канале. С 25 октября я начинаю бесплатный двухнедельный тренинг по YouTube каналу. Тренинг будет проходить в виде четырех вебинаров. Первый вебинар на тему оформления и настройка канала, создание шапки. Второй вебинар оптимизация канала. Третий вебинар на тему как создать свой бренд. И четвертый вебинар как создать канал если нет своих видео. Приходите на тренинг ссылочку я дам. Есть у меня свой чат куда будете добавляться по обучению. Там вся информация и постоянная поддержка. Всего вам доброго и до новых встреч. вебинар 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 вебинар